Это Омск, здесь, на канале продвижения. Двигаемся дальше. Почти миллиард рублей рассчитывают вернуть Амичи за оплату своего лечения, обучения и покупку недвижимости. С заявлениями о возврате налоговых вычетов обратились 22 тысячи человек. Из бюджета горожанам вернут почти на 40 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Воспользоваться своим правом на налоговый вычет может любой желающий. К другим темам. На этой неделе начали штрафовать водителей за отсутствие знаков шипы и начинающий водитель. Если раньше автоинспектор мог ограничиться предупреждением, то сейчас только штраф 500 рублей. А вот в Москве уже в этом году с помощью камер будут фиксировать автомобили с неоформленной обязательной страховкой. В Омске комплексы видеофиксации пока отмечают лишь превышение скорости, нарушение при движении по полосам и выезд за стоп-линию. Впрочем, и это по статистике ГИБДД снижает аварийность на дорогах. Однако многие омские водители недовольны работой нестационарных камер. Патрули на этой неделе выходили в рейд чаще обычного. Подробностью Дмитрия Ковалева. Камера, ноутбук и аккумулятор. Так сейчас следят за обстановкой на омских дорогах. Владимир Аксенов одним из первых из казаков заступил на эту службу. Сначала рассказывает мужчина, водители нервно реагировали на камеры. Останавливались, требовали документы. Теперь спокойно проезжают мимо. Не изменилось только одно. Правила продолжают нарушать. По-разному. Тут как бы нет такого, чтобы стабильность какая-то была. Каждый день по-разному. Бывает мало. Бывает много. Казакам передали 25 комплексов фиксации нарушений «Арена». И теперь мячи все чаще стали замечать треноги на обочинах. О том, где установлены камеры, водители предупреждают друг друга через социальные сети. Отношения к казачьим постам до сих пор негативные. Люди не понимают, почему фиксацией нарушений не занимаются полицейские. Допустим, в городской черте я с ними согласен. А вот на трассе для чего? Непонятно, кто там сидит рядом с этой камерой. Какие у них полномочия на это дело? Я считаю, что стационарные посты должны быть. Отрицательно отношусь, конечно. Но, во-первых, должны быть предупреждающие знаки. Я понимаю, что сейчас скрытое наблюдение, оно актуально. Но, с другой стороны, наверное, это работает на плюс безопасности. Камеры устанавливают сами казаки. Они прошли специальное обучение. Но выписывать штрафы неуполномочены. По сути, они лишь охраняют оборудование. А частью денег, полученных с нарушителей в виде штрафов, оплачивают их услуги. Деньги идут не только на какой-то отдельный казачий компонент, условно говоря, на безопасность дорожного движения. Они идут на развитие всего казачества в целом. Ну и в том числе, конечно же, на несение службы нашими казаками, которые осуществляют мероприятия по безопасности дорожного движения. Каждое нарушение рассматривает комиссия в ГИБДД. Его удастся оспорить, если кадр был сделан с нарушениями. При установке камеры есть правило. Если дорога узкая, всего одна полоса, то комплекс установят в четырех метрах от края проезжей части. На широкой дороге, где больше двух полос в каждом направлении, камеру установят минимум в одном метре от бордюра. И что важно в таких случаях, знак, который предупреждает о видеосъемке, не нужен. Полицейские, которые раньше следили за камерами, теперь выполняют другую работу. Аварийность на контролируемых участках снизилась практически до нуля, считают инспекторы. Это такая профилактика, она очень эффективна. И если посмотреть на центральных магистралях, где эти комплексы стационарные установлены, то там уже водитель, каждый, двигаясь ежедневно, понимает, что нужно снизить скорость. Соответственно, полное отсутствие ДТП на данных участках в общую статистику, в общий анализ ДТП несет определенные положительные моменты. Сейчас в городе ежедневно работает 13 таких камер. Еще 14 на областных дорогах. Только за последние три месяца с их помощью казаки зафиксировали 86 тысяч нарушений. 75 тысяч из них – превышение скорости. Остальные – пересечение двойной сплошной и правила проезда перекрестков. И только за последний квартал МИЧи заплатили за свои нарушения 80 миллионов рублей. Дмитрий Ковалев, Александр Рябуха и Дмитрий Головко. Омск здесь.